всем привет меня зовут саша киселева и короче я живу в этом доме это соседний дом и ни с того ни сего здесь появилось что-то неведомое мне и разве я могу пройти мимо такого чудесного пустого квадрата конечно нет несколько эскизов вот-вот-вот и сегодня съездил за краской вернее я уже начала надеюсь еще пару часов и будет готова утром того же дня я съездила в строительный магазин и купила себе самую маленькую банку прозрачной фасадной краски скорее как база чтобы у меня было много краски потому что цвет я использовала не специальные колеры из строительного магаза а просто взяла свой художественный акрил и вмешивал его вот в эту фасадку там же в магазине я накупила несколько строительных кисточек разного размера и это был интересный эксперимент потому что обычно я свои работы рисую самыми тонкими кистями прорисовывая каждую детальку и сама от этого устаю если честно и здесь мне действительно хотелось помалевать от души с размахом и именно для этого я взяла строительный материал детализировать пожалуйста останови меня однако как вы можете заметить по видео практически всю работу я сделала самой тонкой из купленных но ничего с неизвестным художником слушай у меня здесь зеленый фон пусть будет довольно уместен здесь уже довольно давно сортируем мусор с морем поэтому всяких пластиковых пасточек у меня просто целый вагон и маленькая тележка однако дома глядя на эскиз я спрогнозировала сколько мне понадобится и не стала брать слишком много лишнего ровно для того чтобы как как ниндзя прийти на спот все замешать все быстро нарисовать все сделать собрать минимум вещичек и убежать с места преступления потому что мне не хотелось растягивать всю эту движуху на весь день у нас пока никто не кормил его кто-то успел сделать до меня но тысячи лет назад Парень, который учил меня это делать Показал мне самый уродский тег на стене И сказал, видишь, кто-то до тебя рисовал Типа, надо проявлять уважение К предыдущим художникам И никогда не закрашивать их искусство Блин, я теперь не могу Я уже думала, первый негатив Но нет Еще один довольно трогательный момент Заключался в том, что Антон, мой оператор Боялся проходящих мимо людей Боялся, что они на нас начнут ворчать Однако я уже рисовала как-то на улице Давным-давно И помню, что, как правило, люди Дико счастливые, радостные С удовольствием подходят поболтать И, собственно, в этот раз случилось все ровно то же самое И более того, классный лайфхак Профессиональная камера Вызывала у людей Какое-то трепетное чувство И они как будто бы подбирали слова Чтобы подойти к нам А многие даже не решались Соответственно, мы так избежали Ненужных, необязательных контактов Но вот все равно человек 20-30, наверное, за пару часов Составили нам компанию Это было очень мило Спасибо Если выделят аппаратуру Ну да Я ее так нещадно лью Почему девушка и кот? Ну, основную идею я взяла Исходя из того, что в городе Черноголовка Очень много уличных котов Просто запредельно много Но самое классное, что местные жители По-моему, абсолютно не против И почти у каждого дома Можно увидеть мисочки с кормом Знаете, как в Стамбуле Все любят котов Они добрые, жирные И красавцы Поэтому девушка Символизирующая некую заботу Кот Кот есть кот Но потом, спустя какое-то время Я думала о том Почему же оно так нарисовано Почему красное лицо, черные волосы Вот в моменте, правда Я руководствовалась исключительно цветовыми сочетаниями Мне хотелось чего-то яркого А потом уже я поняла, что Красный Издревле означал Красивый Соответственно Мы не исключаем, что девушка Это красавица Ну, а черные волосы И черноголовка По-моему, подходят Концептуально просто идеально Но это действительно Чистая случайность Я так не планировала делать Это если... нам предоставит машин а что это вообще для чего тепло будет утеплять а зачем они так интересно кусочками сделали в начале это договаривались сплошной а сделали вот пишут письма сейчас если так будет больше отлично возможно размахнуться последнее о чем можно заморочиться хотим ли мы сделать рамку черную вокруг вот здесь мне кажется будет круто где нет она была да нет это пара недель назад кто-то сделал а я воспользовалась ситуацией что гипсовое не знаю посмотрим это если испортит чё ж поделаешь на их совести будет это ваша собственная инициатива да ну гипс нет нет там кирпич я не знаю это видите там какие то есть да вроде утеплителя вот мы тоже не поняли на мужчины сказал что до утеплялка вероятно сделают все так короче арт продолжится шалость удалась не так много людей ходила вокруг но все кто ходил очень трогательно откликались поразительно что многие не замечали пустого квадрата до тех пор пока не нарисовала эту картинку как это работает я не знаю в общем я рада получилась круто спасибо уж не доделан спасибо спасибо большое спасибо и не забывайте подписываться я обещаю что найду еще квадрата в своем городе